Воздух Ну да, вот уже 15 лет Вроде был такой маленький-маленький Ваня А теперь Ваня уже большой И группа у него тоже уже такая большая-большая Вот, они, значит, едут по стране Так что вы присоединяйтесь там, где вы хотите к ним Собственно говоря А мы сегодня поговорим и поиграем здесь Нашей студии Привет, Ваня Привет, ребята Привет Ну что, давайте раз что-нибудь сыграем Потом начнем играться Давайте Эта песня называется «Антенны» Шум, который мы воспроизводим Легко проходит сквозь кирпичные стены Три часа ночи Соседи на взводе Чтобы уловить наш сигнал ненужной антенны Шум, который мы воспроизводим Легко проходит сквозь кирпичные стены Три часа ночи Соседи на взводе Чтобы уловить наш сигнал ненужной антенны Пока братва валила друг друга налево-направо Мои ровесники тащились от восьмибитых приставок И видеокассет с переводом гнусавым А майки с надписью Нирвана не успевали класть на прилавок Вместо серпа и молота, орел двуглавый В правой лапе скипитара, влево держава на фабарабану Для тех, кто подстарше странно Вчерашние республики, теперь зарубежные страны На экранах чернуха и отовенные сцены Кругом запретные плоды по спекулятивным ценам Героиновый бум, повальные увлечения рейвом А я слушал на двухкассетники Гурта, Криса и Дейва Слаб-тамсной, если мама была в ночную смену И шум мешал соседям, легко проходя сквозь стены Орали колонки на грани полонки, поднила пленка Мне так хотелось проучиться быть таким же громким Сум, который мы воспроизводим Легко проходим сквозь кирпичные стены Ты часа ночи, соседи на взводе Чтобы ловить наш сигнал, не нужды антенны Шум, который мы воспроизводим Легко проходим сквозь кирпичные стены Ты часа ночи, соседи на взводе Чтобы ловить наш сигнал, не нужды антенны Не нужды антенны Не нужды антенны Не нужды антенны Если верить культовым блокбастерам в стиле фантастика За окном уже роботы должны валить друг друга из бластеров На фоне летающих машин из весна летом И где мой плач, умой? 21 век Вот он! Компьютер в каждый дом, мобильный каждый карман Интусы, флешки, петрички и спам Не ночью послушать кассету, кискету некуда вставить А вот космос, кажется, осваивать никто не станет Дорого и глупо Холодный беспонтовый вакуум Сплошной геморрани, кусок лака Мы антенны, инопланетяне ловят наши сигналы Им для нас У них своих забот навалом Как мы шумимся в сей туре не слышно во вселенной Зато этот звук легко проходит сквозь стены И мы от телеэфиры и радиочастоты И наплевать, что соседям завтра на работу Шум, который мы воспроизводим Легко проходит сквозь кирпичные стены В три часа ночи соседям нам сводишь Чтобы уловить наш сигнал ненужды антенны Шум, который мы воспроизводим Легко проходит сквозь кирпичные стены В три часа ночи соседям нам сводишь Чтобы уловить наш сигнал ненужды антенны Ненужды антенны Не нужды 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 антенны Ну, СМС, в воздухе на нашем. Вот так вот мы начали и начинаем. Давай я сразу просто спрошу про название тура, а коль я в преамбуле как раз-таки сказал о том, что да, вот я в хорошем смысле употребил слово, там был маленький Ваня, это я, в принципе, как бы от своих впечатлений, как бы, да, отталкиваюсь, что понятно, сейчас тебе 33, а когда ты начинал, тебе было 18 буквально так после школы, как бы, что называется, вот первые твои там опыты, там, когда вот тебе ты стал заметен, там, это было, относилось там к твоему 20-летию, то есть сейчас тебе 33. Тур называется «Устрой-дестрой». Понятно, что это популярная песня, понятно, что это отсылка и к своим каким-то там прежним историям, а в принципе, если бы ты сегодня говорил бы, сегодня тебе еще, 33-летнему, тебе нужно еще дестрой какой-то устраивать? Конечно. Какой теперь? Какой теперь? Да. Ну, более умелый, скажем так. Ну, рушить-то что будем? Рушить что будем? Да. Рушить будем, конечно же, все, что мешает развитию гуманизма. Хорошо звучит, да, но мы всех сделаем счастливыми, а кто не захочет быть счастливыми, тех мы в порошок сотрем, да, это же еще Ромалей говорил на самом деле. А как вот так вот сделать, чтобы, разрушая, при этом прийти к гуманизму? Для того, чтобы построить что-то новое, нужно, конечно же, разрушить старое. Ну, это большевики так думали. Ну, не только они так думали, прямо сказали. Они же тоже там типа рушились, потом строили, получилась такая фигня. Ну, это же вопрос к тому, что они строили, а не к тому, что они рушили. Ну, а ты вот знаешь, что должно быть за разрушением? То есть, допустим, и так ты разрушил, ты знаешь, что строить? Ну, да, естественно. Ну, сформулируй хоть пару слов. Тем более ты-то можешь сформулировать на ходу сразу 800. Мы просто говорим о каких-то абстрактных пока что вещах, все-таки. Поэтому я отвечаю тебе абстрактно. Но невозможно в ответ на абстрактный вопрос получить конкретный ответ. Поэтому пока что и не выходит ничего. Не, ну как, понимаешь? То есть, мы рушим старое, давай определимся тогда, что именно мы будем рушить. Ради бога, так сказать, опять же, вспоминать тех же большевиков, да, когда они говорили, у них там даже, ну, хорошо, у них там многие поэты в то время воспламенялись, так сказать, их идеями ложными, на мой взгляд, да. Ну, и поэтому сразу за них уже какие-то слоганы выдумывали, там, до основания затем, там, старый мир. Они четко артикулировали, мы там снесем власть, там, буржуазии, власть попов, там, мы разрушим храмы, мы совершенно построим как будто... Ну, фактически они создавали для себя какую-то новую религию, там, похожую на сектанство. Сейчас люди выходят, допустим, в России еще, слава богу, кто-то еще пытается делать, тоже выходят на некоторые митинги, вот, допустим, даже совсем давно, они вполне артикулированно говорят. Некоторые даже портреты несут совершенно конкретных людей, которых бы надо было, так сказать, да, и после этого мы начнем делать что-то другое, по-другому. Когда ты говоришь, что я, конечно, я готов к дестрою, я готов там разрушить, чтобы идти к гуманизму, кого, в первую очередь, надо с этого пути убрать в таком случае? Ну, смотри, мы занимаемся все-таки музыкой, да, а не политикой. Если говорить конкретно о музыке, то за последние, ну, как раз 10-15 лет в этой сфере произошли все-таки позитивные изменения. То есть, если раньше для того, чтобы... Где, в музыке? Ну, а я думал, что политикой, я уже думал, что... Нет, я начал с того, что мы музыкой занимаемся, а не политикой, вот. Значит, в этой сфере произошли изменения, я считаю, что мы тоже в эту свою лепту внесли и продолжаем этим заниматься. Ну, то есть, раньше для того, чтобы тебя услышали, нужно было обязательно оказаться в каком-то эфире телеканала, или чтобы твои песни наконец-то взяли на радиостанцию, и при этом ужасная суть происходящего заключалась в том, что для того, чтобы это случилось, это должна быть какая-то такая песня, которая, скорее всего, не будет служить. Ну, понятно, конформизм, короче. Ну, да-да-да-да, сейчас, к счастью, точнее, все-таки любой может записать свою песню у себя в спальне и оттуда же выложить ее в интернет, чтобы ее послушали люди. Да, да здравствует Джобс и Макс Укерберг. Давайте сейчас прервемся на рекламу и потом продолжим. Приветствую всех снова. Михаил Марголевский микрофон, а воздух на нашем. Но СМС сегодня у меня в гостях. Напоминаю, у группы сейчас идет уже тур, тур, посвященный 15-летию команды. Так что следите, что называется, за афишами. Смотрите, когда ребята окажутся рядом с вами. Или, наоборот, куда-то выдвигайтесь. Наоборот, это даже еще прикольнее. Сделайте, как фанаты спортивные, выезд, выезд на концерт. Это хорошо. Мы продолжим. Да я смотрел, у тебя из-за деки выглядывает Олег Даль. И интересно, что он у тебя выглядывает именно с отсылкой к фильму «Тень». Ты вообще хорошо знаешь Даля, в принципе? Нет. А, не очень хорошо, да? Потому что так можно было бы, конечно, поговорить и обсудить, какой Даль тебе в этом смысле ближе. Вообще интересно, а почему ты сейчас наделал такую? Она круто выглядит. Кто говорит? Даль, тень или сочетание цветов? Даль, тень, сочетание цветов, все на свете. Красная на черном. Это давно была еще другая группа. По крутости. Понятно. Саму «Тень», допустим, да, ты вот смотрел? Нет. Я не знал даже, что это название фильма, если честно. Ну да. А, ну понял. Ну тогда посмотри, да. С удовольствием. Хорошо. Тогда привет просто вот этой хорошей футболке. Да, привет Олегу Далью. Вот там где-то в иных мирах. Это Олег, кстати, не тогда, но у него был день рождения. Очередно. Хорошо. Тогда поедем дальше. Ты... Я почему просто... Мне интересно было, когда я посмотрел на вот эту футболку, что, опять-таки, Даль, вот последнее, там, скажем, время твоего, там, творчество, последние, там, скажем, два года, да, ты много и говорил об этом, рассказывал и показывать пытался, да, то есть про Орфею Эвредику, про вот вот хип-хоп-оперу, там. А раньше еще у тебя был опыт, да, вот участия, там, в Ромео и Джульетте даже, там, и так далее. То есть вообще как-то вдруг вот в несколько вот этих вот лет, скажем, второй части десятых годов тебя немножко развернуло в какую-то вот такую вот в театральную сторону тоже. Ну, условно театральную, понятно, что там больше как бы связано для тебя с музыкой, но все-таки это, опять-таки, ты понимаешь, почему так произошло? Мне всегда хотелось добиться от хип-хопа большего, попробовать применить его в сфере, где до сели не ступала его нога. И это, мне кажется, закономерное развитие. Ну, то есть прийти к крупной форме от жанра, который изначально основывается на коротком хронометраже, мне кажется, это интересно, и мне давно хотелось что-то такое сделать. Я просто, опять-таки, почему так тебя об этом скрупулезно спрашиваю, что мне такая какая-то вот выглядит, ну, она давно достаточно уже зарождалась, но такая довольно интересная тенденция, не тенденция, это что это? То есть сначала некоторые рок-группы, да, ну, там, мировые, там, российские, затем, да, стали обращаться вот к этому вот синтетическому жанру, то есть исполнение концертов, там, акустики, там, допустим, с симфоническими оркестрами своих. Потом стали появляться панк-оперы, теперь появилась хип-хоп-опера, понимаешь, откуда вдруг такое количество вот, условно говоря, там, стилей современной музыки вдруг начинает разворачиваться хоть как-то с легонца к академической форме? Почему это все вот так вот вдруг сейчас начинает? Мне кажется, это жизненный цикл жанра таков, любого по большому счету. То есть, а в конце концов, классика должна спасти всех, да? Нет, ну, просто классика, как некий изначальный, наивысший на данный момент жанр, является, наверное, каким-то пределом, к которому стремится любой другой жанр музыкальный. Ну, хорошо, сейчас за вас играем, я потом еще на тем, тебя спрошу кое-что. Мэйк, со мной. Моя музыка всегда со мной Я словно вошел порой в длины в тысячи символов, а я в конце прочитать XS Denied, мню себя временами хакерам прогрессивным матрицу почти взломанной. Бабилон Мастай, еще чуть-чуть, и можно уже нажать на Enter. Гигант загадочно горит под слоем отпечатков, это наивно. Но я обожаю моменты, когда ноты и буквы становятся в нужном порядке. Когда в картину складываются детали пазла, сознание реактор полный нагретой пазмой. И верится в то, что наш странный мир не просто пространство, застиранное дыменем до черных дыр. Остановка до пассажиров, по соседству доносятся хэт-бинусовки и опрытки текста, выходите на следующий. Нет еще, а мне вот надо. Пингвины вперед, шнурмую на эскалатор. Моя музыка всегда со мной В этом городе время не всегда в обрез, и тратую его на дорогу. Но от идеи до результата должна быть минимальна. Мой путь трезвый, краток, мне специально отведен. Мне в место не надо. И то, что пока что лишь мне одному слышно, скоро станет в чем-то плеерем. Петришкой разорвет затишье в мелкие куски, чтоб у тоскливой тишины под игры не вышло. Под стробоскопом вспышки на концерте грянет. Кадрами клипа замелькают на экране. На стекла автомобиля изнутри на даме в пиум и в живот слухов. Артем топной динамик, как сосед в угаре в дедах и сношенных. В центре зала в разгаре моша, в отламодейшей пиде, оствыревшей дисторшем. Но это пока что лишь мои мысли, так будет позже. Моя музыка всегда со мной. Ночи в си, сон и фредди, ты мэйк со мной. За темных сил огражден звуковой стилой. Неопробиваемой, хоть и невидимой. Моя музыка всегда со мной. Ночи в си, сон и фредди, ты мэйк со мной. За темных сил огражден звуковой стилой. Неопробиваемой, хоть и невидимой. Моя музыка всегда со мной. Ночи в си, сон и фредди, ты мэйк со мной. За темных сил огражден звуковой стилой. Неопробиваемой, хоть и невидимой. Моя музыка всегда со мной. Ночи в си, сон и фредди, ты мэйк со мной. За темных сил огражден звуковой стилой. Непробиваемой, очень невидимой Появилась сама идея проекта Про спонсоров, про все остальное Про то, что это было предложение Адаптировать советскую Знаменитую тему А, кстати, про советскую тему Я не слышал твои высказывания, а ты ни разу не упомянул Журбина, ты встречался с ним когда-нибудь или нет? Я с ним не встречался, но у нас есть общие знакомые Ну и чего, а какие-нибудь слышал Его реплики по этому поводу или нет Он такой же, за всем этим Он все свое наследие очень так Любит и вспоминать Насколько я знаю, в целом ему понравилось Ну да, он знает об этом И слышал про то, что ты делаешь Я-то сейчас еще о другом Интересно получается Ты пришел к выводу К такому, к которому приходят многие Что в принципе все в мире Все какие-то основные сюжеты Уже написаны, уже исполнены И теперь только на каждом витке История Чайщина Чайщина адаптирует их под себя Но уже придумать какой-то абсолютно новый сюжет Новый конфликт в человеке практически невозможно Это так? Ну, принципиально новый, мне кажется, невозможно То есть отсюда и вот это вот Опять-таки, допустим, Орфея Ивредика То есть все то, что идет еще, так сказать, от античных времен Все равно перерабатывается вот этот, допустим, сюжет Придумай сюжет из дня сегодняшнего Прямо конкретно весь собранный Не отсылка с его адаптацией к сегодняшним временам А просто новый сюжет Я, с одной стороны, там работаю с классическими архетипами С другой стороны, история, которую я беру Она изменяется очень сильно Ну да И, более того, финальная сцена иначе разрешается И затрагиваются вопросы, которые никак не отражены в оригинальном мифе То есть мы живем в эпоху тотального уже непоста, наверное, репост модерна Когда сэмплируют сэмплы уже довольно давно И именно в этом коллажном подходе Нужно найти что-то свое и суметь сказать по-новому Мне кажется, это удалось Уже складывается ирония на постмодерн зачастую Хотя сам постмодерн когда-то был именно этой формой Но при этом история при всех своих отсылках многочисленных Она все-таки, ну, как сказать Это очень личная получилась тема А вот, в принципе, поскольку судьба у нее была такая Довольно непростая Это же ведь тогда, ты с ней же проехал там, да, и на автобусе Это было за день до нашей трансляции ВКонтакте Когда мы от начала до конца в камерном пространстве По размеру примерно так уже, как это студия Сыграли все от начала до конца, да За день до этого показа Единственного пока что на данный момент Мы проехались на автобусе, играя прямо на крыше Песня оттуда Да, и я вот когда-то хотел об этом Смотри, и альбом такой теперь, собственно Из этих, так сказать, треков этой оперы создан, да И вот этот вот опыт в камерном пространстве ее показ А в принципе, вот допустим, что мешает сейчас, допустим, поехать с ней в тур, допустим Просто именно вот с ней Ну, во-первых, это девять персонажей только на сцене Не считая музыкантов, не считая, там, костюмера режиссера Огромной команды, которой требуется еще Ну, а сколько там сейчас у Шнура, наверное, примерно похожее количество людей с ним ездит Ну, у Шнура похожее количество людей ездит Некоторые там просто где-то водку пьют, стоят в углу, тоже ездят Ну, если нас Серега проспонсирует, мы, конечно, можем поехать завтра, в принципе Но пока что нужно немного подождать Господа, как только... В следующем году это станет реальнее Слушай, а это будет, кстати, это тоже хайп, у нас там не получится Представляете, Шнур спонсирует первую хип-хоп-оперу Нойза Орфея Ведика Просто такое намешано всего То есть уже еще 22 интервью будет по этому поводу То есть можете год на этом пиаре... Отличная идея Все, Серега, слушай, ну давайте споем Посвящение Сергею Шнуру, допустим Ну, это посвящение немного другим музыкантам Песня называется «Наши движения» Наше движение самое Для тебя Наше движение самое Наше движение самое Для тебя Наше движение самое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За улыбками дружелюбными только и думают Как друг друга кинуть по-крупному Политика крайне увлекательное занятие Берем вору попла и старательно Тратим его на проплаченные митинги Фиктивные партии Вот она, российская демократия, мать ее Наши движения Самое лучшее, самое классное Самое честное Наше движение не будет задушено Это прекрасно, спасибо инвесторам Наши движения Самое лучшее, самое классное Самое честное Наше движение не будет задушено Спасибо инвесторам Не устроит ли нам рок-фестиваль огромный Чтобы было круто, весело и громко Сот километров на двадцать разносили колонки Крики Васильева, Санька и пылы коронки Поставим звуком мегаватт Дабы без ума был рад Через звучанием важный малобежный электорат И айда в тур по городам Сегодня тут, завтра там Москва, Питер, Новосиб, Волгоград Ни жалко, ни сил, ни времени, ни денег Рыжка в правильных местах Калышки стояли в пыльных тенях Политика крайне увлекательное занятие Вот она, российская демократия Мать ее Наши движения Самые лучшие Самые классные Самые честные Наши движения Не будет задушено Это прекрасно Спасибо инвесторам Наши движения Самые лучшие Самые классные Самые честные Наши движения Не будет задушено Спасибо инвесторам Спасибо мне для сторон Реклама на нашем и продолжим Приветствую всех снова и снова Михаил Марголес у микрофона Воздух на нашем, Нойз СМС у меня в гостях Сегодня мы продолжаем Ну вот, как раз отталкиваясь от этой же песни От того, что что-то тут шнура помянули Вот очень много я То есть не только у тебя В хип-хопе в отечественном Сейчас достаточно появляется вещей Которые буквально построчно Раскрывают все подноготное устройство Мира вокруг себя Вокруг тебя, вокруг общества Все все понимают И при этом в песнях Слегонца над этим делом Где-то иронизируя, где-то с сарказмом Все-таки при этом по этим правилам играют В реальной жизни Попели в песнях, плюнули в эти правила А в реальной жизни эти правила все-таки соблюдаем Или, по крайней мере, как ты к ним Ну, приведи пример Это ты о чем? Ну, я тебе хотя бы, допустим, почему Хотя бы о том же шнуре То есть он же ведь с каждым годом Все меньше стал заморачиваться над тем Где ему какие-то, скажем так Стилистические разделы проводить Да, там надо Я поеду на поп-фестиваль Надо, это будет даже какая-то Вообще там про государственную историю Надо есть А на какой про государственную историю У тебя была группа «Ленинград»? Ну, я имею в виду, допустим, что Ну, скажем Если мы говорим о каких-то больших поп-фестивалях Допустим, да, то зачастую они как бы Понятно, там сказать, кем они проводятся Не, ну ты пример приведи Ну, хорошо, ты сейчас обвиняешь группу «Ленинград» Нет, не обвиняю Я такого не видел, например Я бы хотелось бы пример Хорошо, допустим Там группа «Ленинград» Совершенно спокойно, свободно играет Там вся новая волна, допустим Да, то есть с показами Ну, там Волна, которая транслируется Там по государственному каналу Там, да, которая собирает Совершенно определенную публику Там вместе с ними в ряд В тот же день на сцену могут выходить Там Киркоров, Басков, там далее И тому подобное То есть, ну, артист определенный там Свой набор, да То есть Нет, я просто сам, Серега, Ни раз по этому поводу Как бы общался И, собственно говоря Понятно, что он где-то То есть он может как угодно С кем угодно прищурном смотреть Но на какие-то вещи он стал Как бы закрывать глаза Да ладно, там, мы-то делаем Там свою работу Нам деньги платят и так далее И вот, допустим, эта песня Которая сейчас у тебя прозвучала У тебя еще все-таки Вот какие-то вот такие вот оселки Существуют как бы внутри тебя Существуют, конечно Через что ты все-таки не будешь, допустим Условно говоря Это жанровых границ не касается Не, не жанровых, конечно В плане жанра фестиваля Мне, честно, вообще плевать Мы играем свою музыку А не что-то другую Для того, что после нас там выйдет Какой-то артист нам не симпатичный Наша песня от этого не изменится И мы его песни не заиграем вдруг Ну, понятно, нет Ну, просто я говорю, что есть ряд музыкантов Которые, почему? Они совершенно четко там так артикурировали Допустим, там, где нет Ну, на этой площадке там, ну, с теми Ну, как вот сейчас, спередай Это все еще не вышедший в тираж Этот термин зашквар, да Ну, это вообще там типа зашквар Там я не буду там этого делать, допустим Есть в твоем понимании Что-то зашкварное, что называется Еще сейчас Для тебя Ну, конечно, есть Это, собственно, любые Политизированные мероприятия Особенно Проводимые правящей партией Ну, ведь сейчас, допустим Политизированными, я имею в виду Под знаменами какой-то конкретной партии Это не значит, что Там не может быть никаких лозунгов Прямо не имеющих отношения К социальной повестке Ну, ведь если так сейчас разобраться Можно сказать, что примерно Практически любой, наверное, сейчас День города Или какой-нибудь там профпраздник Это все равно будет именно то, о чем ты говоришь Будете играть на Дне городов? Играете? Ну, вот был фестиваль Большой рэп на днях, например Он проходил в День города Ну, это рэп-фестиваль Где никаких нет Подоплек Про правительственных Как бы Что это? Это играть на Дне города? Не знаю, возможно Я думаю, наверняка он вписан будет в бюллетень Рамок мероприятий Дни города В том числе проводилось там для разных Категорий молодежи Вот рэп-фестиваль проводился Я думаю, где-нибудь он проходил Знаешь, так, чтобы, не дай бог Не сыграть где-то там Где-то не там Можно вообще сразу нигде не играть Есть разумные какие-то границы И они индивидуальны для каждого мероприятия Ну, хорошо Заранее сформулировать что-то Чтобы пытливый хейтер потом смог найти лазейку В моих собственных словах Ну, не знаю Ну, хорошо Тогда давай просто Совершенно такая простая вещь Опять откатимся назад Допустим, то есть Вспомни, что уже случилось такого От чего, допустим, ты реально отказался Вот сказав Вот это для меня Вот тот самый зашквар Не буду Ну, например Огромное количество звонков Было перед выборами Кого чего? Сыграть там, сям Президента Ого У кого что-то Ну, огромное количество Артистов, как ты видишь Сейчас вот в связи с выборами Мэра Москвы Тоже принимали участие В различных мероприятиях Кто-то говорит, что в этом нет ничего плохого Потому что Не призывают же Выступать за какого-то конкретного кандидата А просто, чтобы люди ходили на выборы Ну, не знаю Мне все равно с этим связываться не хочется Хорошо Это я Я поддерживаю А вот Никогда просто так Для любопытства не интересовался Но я понимаю, что звонят Скорее, там, не тебе Директору, там, дали-дали-дали После этого Вот, допустим, не знаю Там, у вас там выборы президента Да Ну, вот если вы хоть немножко там Представляете Артиста Нойза Зачем вы ему звоните? Ну, что вы хотите услышать? Что он скажет Два Наконец-то Я ждал этого звонка Список из 150 имен Не обязаны они про каждого что-то знать Думать, рефлексировать на эту тему И просто звонят по списку и все Ну, просто, да Вот так думаешь, да? Да, верят прямо, что так и происходит То есть могут даже надеяться на твой положительный ответ, да? Что ты скажешь Дочно Вот это я пойду Мне кажется, они вообще не рефлексируют на эту тему Они просто, я повторюсь, звонят по списку бесконечному Как бы О, буква Н пошла Ну, окей Здравствуйте Хорошо Ну, ладно, давайте сыграем Ну, собственно, сейчас Антипод предыдущей песни Песня для радио Песня для радиоэфира Вот она готова Ни одного плохого слова И припев попсовый Пусть попробуют ко мне только потом придраться Мол, это не подходит по формату нашей станции Я ни одной запретной темы в тексте не затронул Не противоречил ни морали, ни закону Ты используешь плечи, но вообще я вышел к микрофону Но рэпер должен ли что-то читать в подвергну зона Ни слова о наркотиках, ни слога о политике, ни буквы В адрес недовольных моих критиков Тебя не стану и опусить о том, что жизнь ужасна Типа на улицу под вечер выходить опасна Типа и девушка ушла, и с деньгами плохо И типа все, что мне осталось, это ага Чего, как нет, все намного проще Сделав по-серьезной борту, я куплю шворы по три Друзьям не скажешь Назови меня попсой Не обижусь даже Не обижусь даже Не обижусь даже Не обижусь даже Будут на радио, звонить девчонке и проси Привет 10-му Б, поставьте носим С Бюджет ответит ОК и нажмет на плей К радости позвонившей и ее друзей Потом корабль ХС, как альпинист на Эверес Я влезу в хиппарад на одно из первых мест И буду там висеть, покуда всем не надоест А после выпущу альбом с названием The Best Где будет этот трек? Пусть 25, 3-никся Вон тоже пишет, как толпятся у белоков чиксы Отличный уровень продаж, куплен без тираж Вокруг моей персоны бешеный ажиотаж Да, я мечтаю об этом, а вы как будто не атак Вы не призывный тени, уличный поэт Ну да, куда мне там власть? Я меркантинный жгоб И мне плевать на некоммерческий хит-хоп Назови меня попсой Обвини в чем хочешь Слушать будешь все равно Я же знаю то, что У пиратов куплю ждусь И грустьям не скажешь Назови меня попсой Не обижусь даже Не обижусь даже Не обижусь даже Не обижусь даже Ну и ЗМС по-прежнему в гостях Такая чудо Аллюзия на тему, а не спеть ли мне песню Да-да, это была первая песня На пластинке The Greatest Heast Volume 1 А вторая же была Песня за закрытой дверью, где засимплирован Чиж уже непосредственно Вот, как ты видишь Все чуется Все чуется, да Давай еще тогда поговорим Об одной ныне актуальной теме Не теме, вернее О человеке О персонаже Который тебе там как бы Знакомился очень давно Вот мне кажется, что Child Free Когда было записано Да Вот все, что случилось С Монеточкой в публичном пространстве Это было уже позже Вот Child Free был раньше То есть ты с Монеточкой Общался раньше Она уже Гайша делала Я тоже там слышал А потом началось Вот все вот это Так сказать Взрыв Вокруг ее имени Там и вокруг имени других Там вот всех этих ребят Там условных Из Анатеки И так далее А при чем Анатека Не, не, не Я уже и про них тоже Не про, так сказать Монеточку А про тех, кто из Анатеки Потому что как бы Многие их стилистически Как бы все равно вот сводили Вот ряд Я не понимаю По-прежнему Почему в этой папке Оказались два столь разных артиста Только из-за возраста Для многих это воспринимается Как такой некий Условный такой Инди-минимализм Скажем так Мне кажется Вообще людям проще Воспринимать парами все Парами? Ну да Очень многие культурные явления Они идут Ты имеешь в виду Как ассоциации В паре, да Либо они противоборствуют Либо они являются Разными сторонами Одного и того же Людям так проще воспринимать Мне кажется Ну хорошо Но ты-то понятно Что я думаю Не прошел мимо там Какой-нибудь части Этого информационного потока Тебя в нем что-то задело Что-то вот раздражило Скажем так Где-то почувствовал Что очевидно Несправедливо Там о монеточке говорят Я постоянно с этим сталкиваюсь На самом деле Потому что Во-первых Потому что во мне отзывается Собственный опыт На эту тему И я прихожу к выводу Что люди просто Устроены определенным образом Когда люди начинают придумывать Из-за чего прославился артист При этом конечно же Не допуская и мысли Что он мог просто написать Хорошие песни Которые тронули огромное количество людей Они сразу начинают придумывать Какой-то маленький повод С которого все началось И благодаря которому Все произошло То есть я уже слышал Много безумных версий На эту тему Ну например Что монеточка стала знаменитой Потому что отказалась от нашествия Или монеточка стала знаменитой Потому что Да нет Потому что про нее написала Земфира Это нашествие стало знаменитым Потому что монеточка отказалась От него Это конечно все не так Вот Ну да Ну это уж совсем берешь Свежие примеры Но там еще был между этим Как бы как раз Вот этот год ее Вот этого Что называется Такого хождения Что называется А нет Ну вообще Когда она появилась Еще в 2016 году Когда опубликовали Несколько порталов Новостных и музыкальных Ее альбом Психоделический клаудрэп Сразу начались Конспирологические теории Не может девочка Там 17 лет Писать такие тексты Это совершенно точно Чей-то проект Это проект Журнала Пурпур Писал Оксимирон По-моему И так далее Ну а что Оксимирон писал Ты же не встречаешь Периодически Я ему сказал На эту тему Что я думаю Он сказал Ну мне это же Своего рода Форма респекта Что я даже Предположить не мог Что она могла Это написать сама Ну артисту Мне кажется Такая форма респекта Не очень приятна Если честно А ты вот допустим Когда ты сейчас Вот составил Эти ассоциации С собой Ранним Скажем так А ты что вспоминаешь Самого такого О тебе Я почему-то Такую не понимаю Тебя тоже Как бы называли Что-то типа Каким-то чим-то проектом Или еще А тебе какие давали Главные Конечно Более того Я сразу уже На первом альбоме Уже стебался Над этой темой У меня была песня Про то что я Продюсерский проект И мне пишет Десять человек А помню Мои песни А кто это тогда говорил Оксимирон даже Еще ничего-то не говорил Еще не говорил Он позже заговорил Кто же тогда-то Децл что ли Тебе пихал Не-не-не Я не про артистов Сейчас говорю И высказываются люди Тоже Ну далеко не артистического толка Зачастую про монеточку Нет Зерзия про то что Монеточка стала знаменитой Потому что отказалась От нашествия Например Это я услышал Что я тебе скажу В ремерке одного телеканала Где я Вдруг пересекся С Значит Каким-то Чином из Московской городской Думы что ли В общем Какой Думы Вот Этот Не ну Монеточка Она же да Отказалась от нашествия И тут Про нее все заговорили Тут же А тут оказывается Альбом у нее вышел Который уже Три месяца В топе iTunes висит Эти люди короче Принимают решение Как мы с вами живем Ну вот ты говоришь Там ладно Ты не про артистов А тут ты кас про артистов Смотри Оксимирон бац Но он там ладно С космологической теорией Там почему была И давно Типа сейчас уже понял Давай опять к этому Пресловутому высказанию Земфира вернемся Вот ей то чего вообще Там где Земфира Где монеточка Ну ей очевидно чего Вот скажи Был запрос на женского персонажа Вообще В музыке Именно на автора Потому что Все уже давно устали От того что Девчонки поют То что им написали Какие-то мужики Хочется узнать Что же они все-таки Думают сами По-настоящему И вот Когда наконец-то Пришла умная девчонка Молодая И высказала все Что у нее на душе Тут сразу Оказалось Ну Земфира конечно Тут же встрепенулась Моментально Ничего удивительного В этом нет Ну то есть Чайл Фри 2 С Земфирой ты не споешь В ближайшее время Я думаю никак Да Земфир мы пытались Как-то уже спеть Но что-то не спелись Не спелись Поэтому Ну тогда мочи Ладно Тогда будем промонять Давай споем Потом дальше Вселенные бесконечны Субтитры сделал DimaTorzok Если Вселенная бесконечна Действительно Значит есть куча копий Нашей планеты Где-то сейчас Происходят те же события Копия меняет Пишет копию песни этой Если Вселенная бесконечна И правда То прямо следует Из этого факта Что ты точно так же ждешь Когда я вернусь обратно Где-то там Где-то там В глуби далеких галактик То есть не ты, конечно А твоя копия И не меня Мою копию, конечно Если, конечно Все это не утопия И Вселенная Действительно бесконечна Если обнимать подробнее Эту гипотезу Посерьезнее Париться в ситуацию То помимо миров Повторенных полностью Есть и такие Что могут чем-то Отличаться Получается, что В горках созвездия Есть такие версии Нашего мира Где мы с тобой Либо уже не вместе Либо изначально Прошли друг друга мимо И мы-то, может быть, Даже счастливы То есть опять же не мы А они, к счастью Эти варианты Могут быть самыми разными Но о них не хочу Даже думать счастья Бок одинокий рекона Брошен всеми Пустом магазине Не брошен Бродя среди полок Убивающий время Понимая, что Врослым не должен Он собрал уже тысячи Конструкторов праздных Он распечатал все полков Но он все еще ищет Детали для пазла Он все еще ходит по кругу Есть, наверное, поудачнее расклады Престившие жести, которые нам досталось Там все случилось Не вопреки всему, а как надо Так как тут никогда не скучалось Мы попадем туда после смерти Может быть Если будем добрыми и хорошими Если играть в то, что нами с тобою прожит Они наскучат малышу в магазине Брошенному Но я надеюсь, это больше случится гораздо Я туда совершенно не тороплюсь Как бы круто там ни было Мне одно ясно Еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь Бог одинокий ребенок Брошенный всеми Пустом магазине Не брошен Продолжение его Пустом магазине Не брошен Продолжение 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 Приветствую всех опять Михаил Марголец По-прежнему у микрофона Воздух на нашем Но из МС у меня в гостях Продолжаем Опять всю на твою футболочку посмотрел Тогда скажи вот где эти принты делают А еще круче будет Если тебе Даля из Короля Лира поставят Будет еще эффектнее Такой будет у него там облик Он там еще и лысый будет Вообще будет круто И будешь менять Обязательно тень посмотрю Ты посмотри тень Посмотри Короля Лира Посмотри отпуск в сентябре Посмотри в четверг и больше никогда У тебя откроется целая вообще Так сказать вселенная Которая бесконечная Видишь все не случайно же Ну надеюсь Давай еще про монеточку Я сейчас не про монеточку Про то что недавно у вас же сингл Еще один вышел как бы новый Да вышел А сингл Я по крайней мере это видел У тебя на сайте Он предваряется такой как бы Цитатой из Пелевина Ну во всяком случае она там сопровождает Просил ее правду Да 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 Его парафраз Да понятно Парафраз естественно с этим С Балабановым и с братом Но суть как раз не в этом Вот ты к этой фразе все таки Относишься как вот К постмодернистской Пелевинской иронии Или вот Вот что ты не находишь Ты знаешь Никакая шутка не цепляет Если она не имеет отношения к действительности Ну понятно То есть это Понятно что Это ироничное высказывание И понятно что Нет Оно как раз здесь-то очень Действует Ну вот именно Поэтому это здесь сейчас И кажется очень уродливым Да То есть на самом деле Вот в моем по крайней мере восприятии Да ты знаешь Вот есть Ряд людей Которые предъявляют К музыке Которая несет некий социальный посыл Такое требование Что она обязательно должна Не только обозначить проблему Она должна тогда указать Перстом протеста на виновных И конечно же Предложить программу действий Но по моему музыка Этого вообще не должна делать Знаете Я не против критики Надо быть конструктивной Она даже Более того Критика как раз да Должна быть конструктивной Безусловно Но В общем-то Если музыканты Вдруг Действительно Как от них того ждут Вдруг Будут знать все И за собой Поведут миллионы В счастливое завтра То наверное Как-то нечего станет Делать Людям Которые политикой Вообще-то занимаются Лучше бы они осознали Всех на секты разделятся И все И потом перемочат друг друга То есть это им все закончится Ну ты знаешь А вот Многие же писатели Затевая Футуристические Какие-то произведения Приходят к некому Новому феодализму У Сорокина Это постоянная тема Ну это да Конечно Ну потому что Это вот К сожалению здесь это вечно Это можно даже открывать Еще писателей Ну не только здесь А вообще в целом Но люди стремятся разделиться По сообществам В рамках которых Все как их устраивает Каждый хочет Свою маленькую Ну вот Маленький анклав свой Где все по его правилам Ну как раз Вирус социальных сетей Это как раз Первое что приходит в голову Ну вот Солеймин Америкас получается Что для меня По крайней мере Существует Две разных тенденции Вот как раз Вот эта самая Азиатская восточная тенденция Вот с этим самым Теперь уже неофеодализм Допустим И идея Евросоюза Да То есть идея людей Исповедующих более-менее Равные ценности Наоборот открывать границы И вместе идти Вот к тому самому Гуманистическому началу Которому ты говоришь Как бы как раз таки Вопреки вот этим вот Келлийным разделениям И тем более там Каким-то пастырем Которые должны Вот всех собирать В одну тему Так что вот этот конфликт Раз есть Поэтому это не во всех Я считаю частях света Как раз А именно в определенных Вот пока вот эта Неофеодальная тема Она так сказать Раскручивается Ну не знаю В Китае по-моему Ну так феодализм Не популярен Не популярен Ты считаешь Я считаю не популярен Ну да А куда ты Кому партию-то одел Китайскую Это как раз Антифеодализм Это наоборот Они все Во-первых Ты обращай внимание Как китайцы Севедут в быту Вот например Едешь ты в Петербург Из Москвы Приезжаешь на Ленинградский вокзал И там полпоезда Это китайцы Ты когда-нибудь ехал В одном поезде с китайцами Ну бывало наверное Китайцы могут сесть Тебе практически Ну я немного утрирую Но это не такое уж Утрирование Может просто сесть На коленке и не заметить Ну их же много В принципе Есть вот этот Европейский пузырь Непротыкаемый Вот мое личное пространство Не подходи ко мне ближе А то я воспринимаю это Как наезд На себя Да А есть Азиатское отношение К личному пространству Вот у китайцев Очень ярко оно проявляется Ну это разное Но при этом Как раз очень герметичная страна Заметь При том что Казалось бы Сегодня должен был Топлумир уже на китайском Говорить их больше всего А получается что Даже сам язык Не говоря уже о конфуцианстве И всем прочим Не выходит за пределы Практически ареала Китайского обитания Во первых Китайцы еще несколько лет назад Не могли позволить себе Выезжать из страны Большинство Но многие уехали раньше Откуда чайный талант Даже вот Слушай Я не ручаюсь за точность Этих данных Но я слышал такое Что Пару-тройку лет назад В целом Выросли цены на молоко Просто потому что Китайцы Смогли позволить себе Массово покупать молоко Вот Все таки это Самый многочисленный народ На планете Земля И то что он Не спешит интегрировать Свои ценности В окружающий мир Пока что Это То есть это типа Слава богу Не то чтобы слава богу Но Это не хорошо и не плохо Это то как оно есть Мы все Подвержены влиянию Американской культуры Не потому что Она какая-то Единственная Вообще верная Возможная Несущая в себе Супер какие-то Интеллектуальные ценности До которых Не дотягивает культура Других Скажем так Миров Да Просто Из-за уровня развития Американской экономики Может быть Китайцы В ближайшие 50 лет Сделают то же самое Это у нас тоже с тобой Может быть паренью Я все считаю Что как раз И сам Америка Все таки подвержена влиянию Мне кажется Все таки европейской культуры Которой подвержены американской Которой просто ее хорошо упаковывает И перерабатывает Уже как раз для Массового потребления Что называется Да нет Ну пока что мы Все таки живем в мире Условно В культурном плане Конечно Все равно в едином пространстве С западной поп-культурой Ну это безусловно Это безусловно Ну давай-то Для западной поп-культуры Песни Люди с автоматами Следующая песня Да отлично Подходит Есть Так точно Есть Есть Так точно Есть Люди с автоматами Хранят мой мир Люди с автоматами Хотят добра Чтобы я работал И семью кормил Чтобы по дворам Смеялась детвора Люди с автоматами Не просто так Люди с автоматами Кто-то дал Чтобы защищать меня От атак Чтобы предотвращать Терроны криминал И люди с автоматами Нас спасут От людей с автоматами Если что Плохих людей с автоматами Всех убьют Из них хорошие Сделают Реши То А если все-таки Плохие В группе Бега Значит Просто Плохими Были И те Это нам Хорошие Такой чувак Яснят Перед тем Как забрать Суверенитет И о чем Какие люди С автоматами Там на танцполе Скачут Телочки Бандаты Там в туалете Делят Кран Кредитными Катами Какие люди Вайн С какими Автоматами Ты о чем Какие люди С автоматами Там на танцполе Скачут Телочки Бандаты Там в туалете Делят Кран Кредит Сыми Катами Какие люди Вайн С какими Автоматами Пока Либералы Мямлят А правы Жаждут Крови Подростки Торчат На рейвах И глюки На письках Ловят Им всем Послезавтра Идти учиться Им всем Через ходик Искать работу Но все это может И не случиться Смотря кто Как проведет всю доту Кого-то из выживших Отмажет батя Ну а кому-то Воинкомат С вещами В казарме Шеллаут На плацу Патя Клубиться до упаду Пытаться На плацу На плацу На плацу На плацу Хватит петь Пора Пора Удачки Сматривать Там на танцполе Плачут Телочки Понтатые Там носом Пол лежат Присовщики Помятые Там люди Маска Плайн Люди За автоматами Не Присовщики Раст Люди за автоматами Кромят Мой Люди за автоматами Хватит Аплайн Такая работа Лучная Благодарств Присовщики Семь Люди за автоматами Непросто Так Люди за автоматами Скоро Зам Ну, из МС по-прежнему в гостях у меня, мы продолжаем. Воздух на нашем. Я, знаешь, еще к одной твоей цитате обращусь, теперь уже к твоей цитате, опять-таки вот из недавних и свежих. Не знаю, я могу даже зачитать, но как раз это у тебя тоже есть на сайте, да, как бы вот, где ты как раз размышляешь об одиночестве, одиноки ли мы во вселенной и так далее и тому подобное, да. Да, вот, там как бы вот, ну, если, как бы, так сказать, первую часть спускать, там, где про одиночество и так далее, то есть вот мне вот интересно даже вторая, что вот, когда ты, вроде бы, казалось бы, находишь, да, вот семью, то есть там чувствуешь окружение друзей, да. Только ты, по какой-то момент, понимаешь, что ты открываешь себе основу интересной стороны и, как бы вот, ну, так я перескакиваю через твои фразы, допустим, там, что близким бывает сложно принять последствия вот этого вот собственного опыта твоего открытия. Слушай, ну, это максимально серьезный пресс-релиз, как будто бы, ну, не будем забывать, что это, в общем-то, по песне и следы на спине написано. Да, понятно, но в данном случае ты же сам, только что мы с тобой какой-то предыдущий вопрос спрашивали, ты говоришь, что там в каждой шутке, да, ну, как мы обычно говорим, доля шутки, так, соответственно, в каждой фразе должна быть какая-то, да, все равно подоплека твоя личностная, собственная. У тебя это вот как проявляется на каком этапе, ты стал замечать, что даже при том, что эти люди близкие тебе, допустим, да, вдруг в тебе какая-то внутренняя эволюция происходит, и ты чувствуешь, что, допустим, они ее не то чтобы не догоняют, но, скажем так, она для них странноватая, и это как раз начинает вызывать некоторые недопонимания, хотя вроде бы тебе кажется, что, наоборот, ты какую-то еще одну чакру себе открыл, то есть, наоборот, ты стал еще, действительно, как бы, не знаю, гармоничнее со Вселенной, а вот люди близкие твои, наоборот, этого не принимают, говорят, давай-ка ты, Вань, будь опять, вот, как вот раньше, допустим, таких. Ну, не знаю, таких ситуаций, на самом деле, не происходит, все-таки ты слишком многозначительные выводы сделал из подписи под шуточным клипом, но случается, конечно, такое, что можно почувствовать себя одиноким, даже несмотря на то, что у тебя есть и друзья, и семья, и, казалось бы, ты вообще окружен близкими людьми. Можно, безусловно. Это не обязательно связано с каким-то развитием, это может быть связано, наоборот, с какими-то, ну, не знаю, грустными мыслями, вот, ты замкнулся в себе, загнался на чем-то, и не можешь найти из этого выхода, и вроде, как там, дом стоит, свет горит, так откуда взялась печаль? Ну, откуда-то есть она. А вот, да, все равно, при всей шутке, да, вот этого вот, так сказать, релиза и так далее, как ты говоришь, ты же там все выводишь опять к этому понятию вера и так далее. Все-таки для тебя вера, это не связанная с религиозностью вещь? Или связанная? Не связанная все-таки. У меня это вера в человека, в человечество, как идею. Ну, то есть ты, в этом смысле, скорее ближе стоишь все-таки к людям, ну, не знаю, вот в таких вот своих самых сакральных каких-то моментах все-таки к людям, так сказать, скорее светским все-таки, да, то есть ты как бы такой, ты светский мыслящий человек, да, или ты тоже начинаешь потихоньку уходить вот в какие-то, у нас же многие музыканты уже так вот нашли себе какие-то конфессиональные объяснения всего того, что надо в жизни делать, что не делать, как бы и так далее. Нашли себе каких-то, опять-таки, вот я говорю, каких-то пастырей, наставников, ходят к ним, говорят, вот, я поговорил там с тем-то. Ну, это как я слышал у некоторых групп, есть по райдеру Попы, который освещает сцену перед выходом маэстро. Нет, мы далеко пока что от этой точки, нам еще предстоит проделать огромный путь. Пока что мы прождаем во тьме, в пыльных коридорах атеизма и не можем видеть свет, бьющий сквозь оконца. У вас, видимо, просто на Попов еще нет. Не хватает, думаешь? Ну, мы уже могли бы позволить как минимум одного. Вот такого, ну, турового, да? Не то чтобы топового, да? Не топ-поп, но как бы... Топ-поп. Топ-поп за попс, да. Вот это, кстати, да, топ. Да, это, слушайте, будет еще одна рубрика. Слушай, а потом в музыкальных премиях будет там топ-поп года, понимаете? Как будто это вообще будет. Ну, это где, в Эр-Арте, что ли, есть, как это называется, скульптура, что экспонат, поп-звезда. Да, да. Там стоит такая звезда, собственно, с огромным крестом нашей нацепины. Ну, да, много таких звезд нынче. Хорошо, давай сыграем опять, что ли. Вот как раз. Устрой-дестрой. Вот, да. Дошли до главного. Цык-цык. Устрой-дестрой, порядок это отстой. Круши ломай, тряси башкою пустой. Да, пей, разбей новую, открывай. Давай, давай. Честное слово, я не виновен. Я не помню, откуда столько крови на моих ладонях и моей одежде. Я никогда никого не пил прежде. Никогда ничего не пил прежде. Был тих, спокоен, со всеми вежлив. Всегда только в урду бросал мусор. Обходил староной шумной гуси. Запрещенных веществ никаких не юзал. Был положительней самого плюса. А потом, когда раз эту песню услышал, И все, прощай, моя крыша. Устрой-дестрой, порядок это отстой. Круши ломай, тряси башкою пустой. Да, пей, разбей новую, открывай. Давай, давай. Устрой-дестрой, порядок это отстой. Круши ломай, тряси башкою пустой. Да, пей, разбей новую, открывай. Давай, давай Если вдруг у тебя нет головы Я могу тебе легко одолжить свою Но только чую, чтоб ты потом не мил Мол, но если ты мне подложил свинью Давай с тобой договоримся тупо Твой поступок это твой поступок Свою ответственность перекладывать глупо На чувака из какой-то там группы Я рад, что ты со мной согласен, друг А теперь давай-ка взгляни вокруг Всю угады, скаты кругом Затаем жару, строй погром Постройки, строй Порядок, гада, отстой Выше ломай, тряси башкою пустой Да ты разбей Новую открывай Давай, давай Устройки, строй Порядок, гада, отстой Выше ломай Тряси башкою пустой Да ты разбей Новую открывай Давай, давай Почему лают политики? Почему будут средства массовой информации? Почему на свободе преступники? Почему деградирует нация? Почему растет безработица? Почему в России маленькие пенсии? Почему о детях предки не заботятся? Это все мой МСИ со своими песнями Устройки, строй Порядок, гада, отстой Грущи ломай Грущи ломай Писи башкою пустой Да ты разбей Новую открывай Я брак системы, а мы все козлы Круто быть пьяным, молодым и злым Плохо быть старым, трезвым и больным Когда барабанщика не видно, это отстой Продолжаем дальше Опять-таки, где-то встречал в каких-то твоих высказываниях Где-то говорил, в частности, о своем детстве И говорил о каких-то там таких вот знаковых произведениях Не знаю, типа бременских музыкантов, еще кого-то Которые, в принципе, тебя интересовали Тебе это было прикольно Ты это слушал, ты как бы на этом в какой-то степени Что можно сказать, рос, что ли, или как-то так, да? Был такое? Ну, рос я уже больше на Битлз и Нирване Это, наверное, совсем вылуплялся Понятно, да В плане под бременских музыкантов, безусловно Да Я вот к тому, что о том Своим детям, допустим Ты можешь выбрать какой-то сегодняшний спектр Вот, что называется, того, на чем бы ты бы хотел, чтобы они подросли Вот как раз, когда они вылуплялись еще Потом-то, понятно, они все равно сами выберут Слушай, ну, они в каком-то смысле на моих песнях растут Вот так вот У них два любимых релиза в этом году У них это хип-хопер, Орфей и Вредика И, собственно, альбом «Монеточки-раскраски для взрослых» Ну так вот В принципе, оба релиза они уже знают почти наизусть Ну, а у «Строй-дестрой» как бы это входит в их воспитательный набор? Они знают эту песню, но она не из числа их прям самых любимых Они очень любят бассейн, им очень нравится «Жадина» Из хип-хопера они любят «Голосы струны» Им нравится еще песня «Романс» Они сами все это выбирают? Сами выбирают, конечно Или ты как бы подталкиваешь Так, так вот Что ты сейчас там слушаешь? Оксимирона выключи это вот нафиг Вот слушай папу, слушай папу и все Как бы не надо Плохого не скажут Нет, ну, естественно, они пока что Сами контент себе не выбирают Но из того, что они слышат вдруг где-то Они потом просят повторить вполне конкретные вещи Которые нравятся конкретно им А как вот при, вот, как раз-таки, твоем Не, они любят еще «Крэнберис», «Гуанаэйпс» Им нравится именем Ага, ну, да, тоже ничего О, а, кстати, про именем это сейчас вспомнил Тут какой-то недавно проскакивал Да, очередной информации, да, там О том, что он там какой-то новый рекорд Там задуплил для Гиннесса Там, да, с какое-то количество слов Там опять там Прочитанную в доле секунды Это в треке с Никим Минаж, по-моему, он там застелился Слушай, ты как фристайлист и все прочее, так сказать, да А зачем все это надо, я не понимаю, зачем? А что он тут понимал? Он же не шел прям на рекорд специально Просто он написал в быстром флоу, как бы, кусок Который оказалось, что вообще самый быстрый В мире кусок Ну, хорошо, я говорю, с точки зрения прикола, да С точки зрения, если мы возвращаемся, давай, к этому Большому пафосному слову искусства, скажем А кому это надо? Вот кому нужен вот этот вот Условно говоря, такой вот Пулеметный трендеж, в котором уже не различаются Ничего, не смысл Слушай, ну, если мы сейчас откатимся лет на 20 назад То на полном серьезе люди слушали группу Каста Вот мои знакомые Говорили, а что там вообще? Мы не можем понять ничего Там слишком быстро все Какой-то сленг непонятный Это вообще, зачем так быстро читать? Ничего не ясно Сейчас ты включаешь альбом Касты 2002 года И... Не, ну это вообще такое-то там И это, в общем-то... Все Милые Милые Ничего такого там не обнаруживаешь, правда? Ну, то есть, в целом, скорость Ну, ты скажешь, конечно, усваивание информации Возрастает, конечно И ускоро дойдут до этого рекорда именема И он уже через 10 лет будет слушаться Как просто такое Медитативное Такая плавная Просто такая фраза Не знаю Дойдет ли прямо до такого Гиперболизированного итога Но Тенденция есть А как ты Вот именно Как человек с одной стороны Как артист Как музыкант С определенным совершенно таким Достаточно Независимым, что называется Сознанием и вот Движением по жизни Как ты себя И можешь ли контролировать В личной, в семейной жизни С точки зрения отца Чтобы там вдруг не становиться Вот тем, чем ты сам не являешься В реальной жизни А вот там ты вдруг начинаешь Приверять такие элементы Ну, если не диктатуры, да То, по крайней мере, такого Папиного началия там А вот это вот не надо А вот это вот надо А вот это вот Вот как ты Как ты можешь сам Нормально, абсолютно А как нормально? Но все-таки есть мир взрослых И есть мир детей И правила Установленные для мира взрослых Правила, установленные для мира детей Они все-таки отличаются Некие базовые Ну, правильно Ты там золотую медалью школу заканчивал Но все равно, я говорю, что Тем не менее Ведь ты же был тем самым Когда-то человеком, да Который, как раз Вот тебе взрослые вот говорили А ты, как раз, именно это хотел взломать Вот опять же Слушайте, ну это больше про пубертат Не про возраст моих детей Сейчас старшему восемь Младшему шесть с половиной Все-таки Лет до двенадцати Есть еще время А потом То, о чем ты говоришь Потом, конечно, будет конфликт Отцов и детей Будет, да? Слушай, ну, готов Нельзя быть готовым Там, не знаю Полностью К родам К смерти И к подростковому периоду У своих детей Никак Они тоже к этому не готовы И мы к этому не готовы И в этом и заключается Суть этого опыта Ну, ты будешь Вот как вот Сможешь преодолеть, допустим Если начнется этот стандарт И фраза Папа, ты сам был таким Да, а ты будешь говорить Как бы теперь Ну, мало ли Что я был Ну, господи, будут, естественно Все эти разговоры Конфликты интересов Споры и так далее Это сейчас уже В какой-то мере проявляется Но сейчас это касается Каких-то смешных вещей совсем А ты будешь садиться на крест И сказать Послушай, сынок Что я тебе скажу Так у тебя будет Это выглядеть Ну, посмотрим, как это будет Во-первых, до этого пройдет Какое-то количество времени еще Ну, то есть лет пять За эти лет пять Я тоже проделаю какой-то путь Что-то произойдет и со мной Что-то произойдет с ними Ну, да И они наступят на твои грабли Давай так и споем Субтитры сделал DimaTorzok В этом году я вел себя плохо Не слушался, так себе кушал Дедушка, ты будешь в ужасе Как в прошлом году Даже хуже Говорил слова нехорошие А те, что дал, все нарушил Ноль выводов из ошибок прошлого Только выводок новых грешков Еще взял на душу Хулиганил, дразнился, дрался Напивался, буянил По полный жоп Каким был, таким и остался По-другому не смог Пожалуйста, положи для меня Меня нового в свой мешок А я залезу на табуретку И прочту тебе свой стишок Я все исправлю Починю и налажу Если снег новогодний На прошлогодние грабли не ляжет Так что я не замечу До боли знакомых зубцов Под подошвой Если следующий год Как всегда Снова вдруг Не окажется Прошлым 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел бы найти себя утром под елкой Сильным, хорошим и добрым В подарочной упаковке С локтями ленты, прижатыми к ребрам С чистой совестью, разумом, сердцем и легкими Простым и глубоким Без жорстных речей, из-под оплекой Быть с глума над недалекими Понявшим, принявшим, простившим и отпустившим В чулке у камина новая карма Хари Рама, Ом, Хари Кришна Красношубы Всевышний Пролез бы в трубу и под елку меня положил Классный буду подарок Жаль его я не заслужил Я все исправлю Починю и налажу Если снег новогодний На прошлогодние Грабли не ляжет Так что я не замечу До боли знакомых Зубцов под подошвой Если следующий год Как всегда снова вдруг Не окажется прошлым Прошлым, прошлым Прошлым, прошлым, прошлым Справа Ну, из МС у меня в гостях по-прежнему 15 лет группе 15 лет Проекту Как хочешь это назови Человеку Который стоит на сцене Тур продолжается Для вас в этом туре Есть какие-то, не знаю, там Особенные точки То есть, которые Ну, не знаю, вот это было важно, допустим То есть, они должны были обязательно быть И так далее Или, в общем-то, просто В этом туре Безусловно, Москва и Питер Обязательно должны были быть в этом туре И они есть в этом туре Мы посетим огромное количество Других городов Но, конечно, без самых больших городов Нашей страны мы обойтись не могли Какие-то места, которые мы выбрали Специально, потому что Обязательно туда нужно поехать Но, честно говоря, такого все-таки не было У тебя же было немало выступлений И, по-моему, в прошлом году тоже Когда были такие достаточно большие Ну, туры по другим странам Сейчас в рамках этого тура Сейчас в рамках этого тура Мы заедем в Ригу Возможно, будет Прага Но, ну что, Украина будет в декабре Минск у нас в октябре Трудно сейчас Далеко никуда не поедем пока Ну, понял Ага Не то, чтобы Даже неправильное слово Не трудно А, скажем так Нет еще вот этого ощущения Что вот та волна Которая поднялась Вот к отечественному хип-хопу И так далее Что она была настолько мощной Скажем там Вот даже вот в текущем году В прошлом году Что вот немножко как раз Допустим, не знаю Там большие города Там, не знаю Та же Москва и Питер Немножко уже переели этого Что называется То есть там Несколько там, да Известных имен Там делали большие там Свои сольники Стадионные там и так далее То есть каждый из них Тоже там подавал скопленные события И что теперь очень сложно Вот держать еще Вот весь этот интерес Слушай, у нас своя песочница Мы сознательно на это шли Когда-то это играло против нас Но глобально это за нас Вот мы пожинаем плоды сейчас Никаких отливов Популярности не чувствуем Наоборот Ну дай бог Ну что, тогда, наверное Хорошая фраза Для того, чтобы продолжить тур Да Господа Ну СМС сегодня был у меня в гостях Вместе со своей командой Спасибо, Вань Спасибо, ребята Удачи в туре И, так сказать Удерживания своей аудитории И ее пополнения Михаил Марголев с вами Увидимся Услышим в следующий раз Ну и по традиции На ход ноги Еще одна тема Ну что, сейчас прозвучит песня Которая открывает Хип-хоперу Орфи и Вредика Песня эта называется Голосы струны Я к большому своему удивлению Обнаружу, что она оказалась На втором месте Чартовой дюжины Несмотря на то, что Как правило Нас поливают помоями Во всех соцсетях Этой радиостанции Спасибо тем, кто молча делает свое дело И голосует за нас Голосы струны Рифом и нот Хорову Уличным шумом Мой город мне подпоет Ветер в карманах Свистом дополнит наш хор Мечта вместо плана И в мыслях обрывки стихов В мыслях обрывки стихов У кого-то бизнес У меня открытый чехол И монеты в чехле Мой хлеб Не спеши, пешеход Свой куплет Тебе спает поэт Нищеброд За душой у меня нет Ничего Но судьба еще покажет мне Аттракцион Неснетных щедрот Из-за закрытых дверей Вот-вот Послышится скрип Заветных щекот И тогда от любых Пет кешельком Я отгоражу себя и семью Я за хвост еще Удачу поймаю свою Ну а пока я тут Лопаю, пою Главное, сердце, струны И связки звука сдают Голосы, струны Риффом и нот Хоровод Уличным шумом Мой город мне подпоет Ветер в карманах Свистом дополнит наш хор Мечта вместо плана И в мыслях обрывки стихов И в мыслях обрывки стихов В мыслях стихов обрывки У каплота бизнес Купцы разводят лохов на рынке Товарцы залежали в тридорогах Чухи, бэл Под утру держат жалоб Все что-то вынюхивают Но я не из таких Таргаши мысли о низком ремесле Гоню я тихо В зашине истинная Вечный след Дороже любых миражей Но когда же войдет в конце Туннеля вспыхнет уже Не оставит ли меня здесь мироздание Растит духовно Пока низкий потолок не расставит Не, не оставит Не, не оставит Я то, что знаю Ведомый мужем И я донесу туда свое знамя Голосы, струны Риффом и нот Хоровод Уличным шумом Мой город мне подпоет Ветер в карманах Свистом дополнит наш хор Мечта вместо плана И в мыслях обрывки стихов Перед переполненными трибунами Или для двух людей Как последний раз голосом и струнами Чудеса творит Орфей Перед переполненными трибунами Или для двух людей Как последний раз голосом и струнами Чудеса творит Орфей И в мыслях обрывки стихов Редактор субтитров А.Семкин